Включу запись, запись не пошла, не хочет мне сегодня показывать система Мирополис, она не хотела нам видео, которые там, пару хромых видео у нас есть, их тоже не дает никак показывать, что-то надо тут делать. И таким образом, дорогие друзья, вот о чем бы хотелось сказать, что по всей вероятности проскакивала информация по разным чатам, Сергей Сибиряков тут на вебинарах говорил, другие тут высказывались, пошли какие-то сплетни о том, что когда начнется внутреннее предложение об акциях, значит, кто-то хочет, допустим, ну, как бы выставить свои акции, от них избавиться и так далее. Все может быть и достаточно скоро может быть, когда точно, это опять-таки технически это все можно уже делать, в принципе. Есть юридические зацепки, вот сейчас занимаются именно решением четких юридических и экономических. Перепроверяют еще то, что, значит, все ли здесь корректно, вот, и чтобы потом как бы обратно не рожать то, что родится на свет Божий. Это, ну, как бы вот такое простое обоснование того, почему мы еще этого не делаем. Хотя, в принципе, теоретически это можно было бы уже делать, в принципе. Теперь следующий этап. Все знают, и для кого не секрет, что следующий, десятый этап, и, вероятно, достаточно близок и одиннадцатый этап. Вот, как пойдут дальше этапы, это выяснится буквально в ближайшее время, в течение, я думаю, так, месяца, это мое мнение. Вот, и до конца этого месяца может быть что-то прояснится. Самое главное то, не волнуйтесь, за две недели, за определенное время, там, 10 дней, две недели, все будут знать, когда будет переход на следующий этап. В любом случае, жизнь будет продолжаться и на 10-м, и на 11-м, и на 12-м, и на 13-м, на 14-м, на 15-м. Вопрос только в том, как долго следующие этапы будут. Теперь, сегодня есть вопросы, на которые люди просят ответа, я на них буду отвечать, и там кое-что еще прояснится по этой теме. Теперь, что я хочу сказать вам еще. Значит, мы с вами легонько, легонько касались, в наших вебинарах касались темы IPO, то есть инициации публичного предложения, значит, публичных предложений акций Skyway. Теперь, вопрос в том, что вообще как таковой темы, что она из себя представляет, мы немного говорили, вот, и предложение этого. Вопрос в том, что сейчас всплыла такая интересная возможность, инициация криптопредложений, то есть так называемых, эта деятельность вообще еще не отрегулирована в мире, о ней идет, потихонечку начинает нарастать, значит, информация в интернете. Буквально вот неделю назад мы тут узнали, что наша маленькая Эстония впереди планеты всей уже даже что-то аналогичное сделала, вот, и не только это. Вот начинаешь за что-то цепляешься, начинаешь узнавать и выкатывается очень много информации, потому что практически, видите, Skype, потом целый ряд других, и так называемое электронное или интернет-решение управления и, значит, скажем, обозначение гражданина, человека как такового, ни для кого не секрет, что любой из вас, любой человек из мира, сего, со всей планеты может приехать, а даже не приезжая, может, через определенные там инстанции пойти в посольство, в консульство Эстонии и зарегистрироваться как электронный, значит, свой электронный деятель в Эстонии. И это значит, что он может расписываться, входить в различные организации, для этого не надо быть ни гражданином, не иметь ни вида на жительство, ничего. Только зарегистрироваться, что он хочет пользоваться электронной подписью и электронным вот таким пространством. Но это так, тоже не тема нашего сегодняшнего разговора. Я вернусь к тому, что очень интересно, поскольку сейчас это все сыро, идет обсуждение и уже, скажем, как бы в головной кампании и в нашем сообществе, кто мы тут в какой-то степени являемся представителями этого бизнеса SkyWay в разных его аспектах, подготовка и сейчас будем рассматривать, смотреть, какие возможности эти инициации криптопредложений и как этим воспользоваться. Тем более, что, скажем так, в мире криптовалюты сейчас, это не обязательно криптовалюта должна быть, вот это должно быть именно так называемое специальное отображение чего-то, не буду называть, не осмелюсь сейчас ничего не называть, а криптопредложение, то есть это так называемое интернет-предложение в виде специального блока. Вот, и блокчейндж на этой технологии. Но эта технология тоже себя практически изжила. Жила. Почему? В интернете сейчас очень большое идет, как бы, дискуссия на эту тему, информацию выкидывают, все, там криптовалюта упала, там все упало. Да, в какой-то степени действительно кризис настал и здесь уже, и очень быстро, причем, как вы видите. И основная, как я понимаю, я, может быть, немножко ошибаюсь, но я думаю, что не сильно, что основная проблема в том, что блокчейндж, технология, это позволяет обрабатывать, ну, говорят, что это максимум или предел 7 операций в секунду. И вы представьте себе, что миллиарды операций в мире будут производиться, это будем неделями ждать, пока операция произойдет. Вот, это даже будет медленнее, чем когда-то факт сходил, так, вот, а уже более 70 крипто, 700, извиняюсь, криптоплатформ или криптовалют в мире. Значит, все, они зависли, это технология уже вчерашнего дня. Вы представляете, как быстро уходят технологии, то есть мы находимся в шестом технологическом укладе. Мы уже видим, только что успелок в 2008 или 2009, 2008 год возникли, начали возникать вообще криптовалюты. Сегодня еще нету и 10 лет, как уже этот вид сам по себе начинает, ну, застопорился, все. Даже мастер-карт, как мне сказали, позволяет обрабатывать от 50, там, с чем-то до 60, ну, максимум 60 тысяч операций в секунду. Это и то что-то, понимаете? Но, и поэтому сейчас опять-таки в Эстонии разработана новая, новая возможность, нового, скажем, вида криптирования. И это разговор будущего. Поэтому я просто вам говорю о новостях с планеты всей, с Эстонией, с нашей маленькой Эстонией. Итак, давайте перейдем к тому, о чем сегодня будем говорить. Смотрите, значит, да, правильно, нечего думать сейчас о продаже акции. Абсолютно правильно, дорогие друзья. Начнем с вопросов. Значит, мне добрый день всем, и Алексей Яков, я с ним поздоровался, с ним теперь персонально буду здороваться. Он мне сильно помогает, спасибо ему. Вот, и он мне помог выудить, значит, вопросы, которые возникали в прошлых вебинарах. Вот некоторые из них самые такие, они как бы скомпонованные. Почему изменена информационная стоимость, информационная, я тут не совсем понял, стоимость Skyway. Она не изменена, я думаю, что это начальная стоимость. Я так понял, в записке вы изменили цену. Нет, ничего я в записке нигде не менял, везде все есть как есть. Она там 400, если вы имеете в виду Skyway как технологии, то у нее стоимость 400 миллиардов. Я нигде ничего не менял. Если где-то ошибка, давайте к этому придем еще обратно. Да, DuckChain, правильно, Алан. DuckChain делает более чем миллион операций, даже трудно посчитать. Вот, поэтому здесь по этому поводу вот столько вам. Зачем закрывать вход в корневую, если люди готовы и дальше вносить деньги? Ну, инвестировать в данном случае имеется в виду. Бизнес всегда приветствует приток денег, проделана большая работа по привлечению людей. Зачем от этого отказываться? Я специально выделил красным цветом, никто от этого не отказывается. И если мы говорим, что вход в корневую, что такое вход в корневую компанию? Это значит, что корневая компания или так называемые залоговые акции, Евразия НРС КВС холдинг 1 или 2, ну, основная холдинг 2, Евразия НРС КВС холдинг 2, что там так называемые залоговые акции закончатся. Есть еще много акций в корневой компании, не, скажем, не привилегированных, там еще разы много. Все зависит от стратегии компании. Эту стратегию не разработали. Разработана была, и мы являемся свидетелями, стратегии и концепции выведения технологии на мировой рынок. В ходе происходит параллельно подготовка, выяснение возможностей и целесообразности, как с этой технологией выйти наиболее рационально на мировой рынок. И, соответственно, потому что были, помните, да, треугольник. Технология, ну, мягко выражаясь, она не живая, она является пока идеей, пока нету сертификации. Сертификация, это экотехнопарк, это тоже не было реально до тех пор, пока не пошли правильные финансовые потоки. А это акции. Вот. И вот этот треугольник, он начинает работать. И поэтому идет сейчас отказка, эту никто в бизнес-плане даже не писал. Сейчас только появляются новые знания по этому поводу. За столом этого тоже не было возможно придумать. Поэтому здесь, дорогие друзья, еще много возможностей, о которых мы можем отдельно как-то поговорить. Причем это не значит, что это именно так будет. Это мое представление, я могу с вами этим делом поделиться. Так, тут возник вопрос. Добрый вечер. К концу текущего года будет закрыт ход корневую компанию. Вопрос. И когда заработает внутренняя биржа ориентировочно? Спасибо заранее за ответ, Михаил. Значит, ну то же, что я говорил, что к концу текущего будет закрыт ход. И это не факт, что будет вход корневую. Закончатся залоговые акции в Евразии, в Ревскове, в Системс, Холдинг 2. Это может вполне... Этапы заканчиваются, все. Заканчиваются. Но это еще не значит, что вход туда закрывается. Закрывается вход, может закрыться теоретически. Это опять-таки объясняю. Это предположение, что можно предположить, что акционер, главный владелец Global Transport Investment, то есть компания, которая владеет технологией, решит, что можно и нужно еще использовать. Ведь работа очень большая сейчас открывается. Вы же понимаете, что выход на большие мировые рынки, не буду называть регионов сейчас, да? Это Индонезия, это Юго-Восточная Азия, это целые материки, это целая Азия, скажем так. Это Европа, кстати. Европа просыпается. И поэтому здесь еще там залоговых акций много. И поэтому, ведь они же не просто так выпущены, они выпущены для того, чтобы с ними... Они ценность обретали. А как они обретают? Они только через проекты обретают цены. Ведь вход в корневую был задуман и правильно задуман. Он был... Вернее, вот эти корневые акции, назовем их так пока, да? Это двух Евразин, Реал Кавей Системс, Холдинг, двух компаний, двух акционеров. Задуман для того, чтобы осуществить сертификацию. Процесс пошел. Процесс идет успешно. Вот, и поэтому сейчас появляется уже видение, по крайней мере у меня оно точно есть, что есть возможность применения оставшихся еще там почти, значит, 280, 280, 280 с чем-то там, или 270 с чем-то миллиардов простых акций. А там дальше вопрос владельцев компаний, акционеров компании Global Transport Investment. Что и как распорядиться теми акциями? Их надо, их ценность тоже надо повышать. Только через проекты. Поэтому не волнуйтесь, дорогие друзья. Ничего тут не закроется, мир не остановится. И внутренняя биржа, я об этом уже говорил, когда она заработает. Как только юридически решатся все нюансы, головная компания, в первую очередь владелец технологии, генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий, правильно делают, потому что очень много набито шишек, очень много понесено моральных и материальных убытков за весь этот период. Не за этот период, а вообще за весь период, почти 40-летний. Поэтому все шаги нужно очень четко, правильно проконсультироваться, проверить, подготовить. И тогда уже, чтобы обратно не возвращать то, что сделали. Поэтому будет. Но когда, трудно сегодня сказать. Хотя предполагать можно, я об этом уже говорил. В Латвии есть какая-то движуха по адресным проектам. Вы знаете, что такое движуха? Такой вяло текущий процесс, он идет. Самая главная движуха для меня, отвечая вашим же терминам, это то, что информация постоянно передается. В социальных сетях действует передача информации. В Латвии социальная масс-медиа работает. Сейчас готовится социальная масс-медиа на Эстонию, на Финляндию. Люди сами заинтересовались в этом. Что такое социальная масс-медиа? Это значит, в различных сетевых сообществах эта информация начинает передаваться, обсуждаться и так далее. Но она доходит и дошла уже до чиновников. Точно так же в Латвии идет, скажем, это не значит, что с утра до вечера кто-то работает или кто-то на работу и занимается внедрением или рассматривает, как технологию Скайвей ввести. Но информация передана. Подготавливается, скажем так, визионирование, как развивалась бы та же самая Рига. Каково ее развитие? Точно такая же, примерно такая же ситуация в Сталине. Городские власти смотрят. Причем в Эстонии сейчас муниципальные выборы готовятся в октябре месяце, 15 октября. Сейчас все оживились. Я вот буквально поза... Нет, вчера. Вчера меня пригласили рассказать о том, что могло бы быть с транспортом в городе Таллине. Я вас уверяю, что тут я уже рассказал все, что я знал. И чуть-чуть, даже чуть больше, понимаете? Как бы могло в Таллине. Все очень сильно зашевелились и стали думать. Вот. Так что идет движуха, дорогие друзья. Если в дальнейшем можно будет вкладывать имеющиеся акции, вернее, использовать как залог для вложения. Ну да, не залог, а да, типа как залог для финансирования проекта. Как они в этом случае будут котироваться, пока нет выхода на биржу? Пока нет выхода на биржу, до этого и нельзя их вкладывать. Вы же понимаете, это вы или прослушали, или не обратили внимания. Обращу. Это кто меня спрашивает? Александр. До того момента, пока не идет открытого предложения, открытого предложения, открытого, они являются нашим внутренним продуктом. И до этого момента их никуда не вложить. Но внутри, внутри, скажем так, группа компаний Skyway может скоперировать акционеров и предлагать, скажем так, войти в какие-то проекты. Но это уже другая история, тут надо смотреть, и тут много юридических нюансов, дорогие друзья. Тут надо очень осторожно, потому что тогда сразу нас могут обвинить там в разных, может быть, не совсем корректных шагах. Никогда. Правильно, правильно, Анатолий. Никогда не закроется. Вот я ближе тоже к этому мнению. Дивиденды будут очень маленькими, акций очень много. Ну, дорогие друзья, значит, что такое маленькие дивиденды? Да, если у вас Сергей, Сергей, да? Если у вас 100 акций, ну, я извиняюсь, на 100 акций по 10 долларов на одну акцию, у вас будет действительно всего только 1000 долларов, понимаете? Если у вас миллион акций, и вы получите по одному доллару на акцию, сколько у вас будет дивидендов? Миллион дивидендов, понимаете? А если вы получите по одному центу, у вас будет 10 тысяч. Это все относительно, что такое дивиденды маленькие или дивиденды большие. У нас получают очень маленькие дивиденды на одну акцию. Но у кого много акций, много и дивидендов. Вы же понимаете. И этот процесс развивается по нарастающему большинству тех технологий, в особенности, если это касается транспортных технологий. Вы посмотрите, что происходит сейчас с транспортными акциями. В мире транспорт весь застопорился. Посмотрите, какова динамика акций всех транспортных компаний. Она не сильно падает, она колеблется. От несчастного случая к несчастному случаю. Понимаете? Но все равно она стоит там на уровне сотен долларов и тысяч долларов. Акция. Где номинальная стоимость акции в один доллар или в один евро. Я сейчас не готов вам четко разложить. Но это так. Посмотрите. На мировых рынках или на экспертных каких-то там сайтах. У себя в браузере. Так. Да. Анатолий закрыл. Привет, из города были. Так. Итак, пошли дальше, дорогие друзья. То есть понятно, да? С этим мы немножко разобрались с вами, что бизнес всегда приветствует приток денег. А такие возможности будут. Теперь. 2.1. Возможно, будут новые формы инвестирования. Еще один ERSS. Я об этом уже как-то коротко сказал, что вполне возможно. Головная компания создает еще одну компанию. Подготавливает пакет акций из тех 280 или 200 сколько там. Ну, около этого, значит. Я сейчас точно цифр не помню. Из оставшихся простых акций Global Transport Investment. Причем ничего не мешает их тоже сделать акциями, привилегированные на группы C, например. А, B, C, C. То есть у акционерного общества есть много инструментов для того, чтобы правильно строить процесс развития бизнеса. Вот. И эти возможности есть. Еще одну ERSS Holding может вполне быть. Или как-то иначе назвать. Все зависит от того, каковы будут задачи. Какие? Третье. Какие налоги, когда должен платить владелец акций Skyway? Эту тему просили поподробнее люди. Ну, это написал мне человек. Значит, поподробнее рассказать. Вы знаете, я об этом уже рассказывал. Но тут очень важно вот что понять. Значит, есть предложение, причем поступило предложение от Алексея Дьякова сегодня, что давайте-ка мы подготовим, привлекем сюда более, значит, компетентных еще, ну, скажем, людей, у которых эта деятельность является, скажем, основной. Вот. Я об этом подумал. Вероятно, мы так и сделаем. Вот. И более развернутый такой вебинар, где будем говорить только оба, ну, не только, скажем так, а более конкретно раскроем. Но здесь что я вам хочу сказать, дорогие друзья. Какие налоги и когда? А это сегодня без сильных экспертов известно, какие налоги. Налог с прибыли. От него нигде, кроме некоторых стран, не уйти. Причем, привозу вам конкретный эстонский пример. Вот я сегодня живу, являюсь резидентом в стране Эстония. Значит, каковы правила на меня действуют? Я, предположим, получаю, не предположим, получаю сегодня дивиденды. Даст Бог, и все это в уши Господу, эта информация, и она будет. Ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Вот, получаю определенные какие-то дивиденды на те акции, которые мне к сегодняшнему дню в моем портфеле акционерном есть. Евразин Рейлс Кавей Системс, Евразин Рейлс Кавей Системс, Холдинг 2. Вот, в стране BVI, то есть не в стране, а на британских островах Вирджинии, вот, то там нет налога как такового почти, там есть варианты, когда налог надо платить. Акционерное общество, которое там зарегистрировано, выплачивая, извиняюсь, дивиденды акционерам, оно обязано, оно обязано перечислять, и это на BVI тоже, и это на Кипре тоже, обязано снять налоги. И акционеру перечислять уже освобожденные дивиденды, освобожденные от налогообложения. Если это будет касаться того, значит, регистра на Кипре, с которым мы работали и работаем, но сейчас там свои взаимоотношения, потому что они начали нас раздувать, и сейчас стоит вопрос, как дальше действовать. Вот, уже очень дорогим стало это удовольствие, вот, и то на Кипре можно там, в момент, когда это уже будет актуально, чтобы пустую не платить, да, можно будет идентифицироваться, что это там, и там снимается по кипрским законам. По кипрскому закону, в ближайшее время, там, скажем, в прошлом году, в январе месяце или в феврале месяце, был принят закон, что с компаний, с дивидендов тех компаний, которые занимаются развитием транспорта, нулевой налог на прибыль в виде дивидендов. Вот, то есть, но, когда пересылается на мое имя в Эстонию определенная сумма, которая там начислена по решению компании, да, вот, то там приписка, что освобождены уже от налога. Теперь вступает в силу законодательство моей страны, то бишь Эстонии, и в Эстонии, скажем, пока, пока нет такого закона, который говорит, что разницу, вот, если, например, в Эстонии этот налог 20%, а где-то там 15% или в данном случае 0%, то разница 20% ты все равно заплати, да, вот. Тут по-разному можно к этому относиться, но сегодня мне бы пришлось бы эти 20% заплатить, если я хочу воспользоваться этими деньгами в Эстонском банке. Понятно, да? Иначе, иначе мне тут очень сильно прихватят и скажут, что я отмываю деньги. То есть, мне придется 0, значит, плюс, или вернее, от 20 я отнять 0, 20, то есть, в данном случае разница 20%, мне их надо свято заплатить. Вот. Но, дорогие друзья, с другой стороны, там, где мы живем, надо платить налоги, ведь мы же пользуемся социальными различными услугами, неважно, что бы там ни было, то есть, святое нужно отдать всегда. Поэтому надо смотреть. Ну, я в данном случае, как законопослушный гражданин, какую-то часть тогда бы позволил и перечислил бы в Эстонский банк, но мне ничего не мешает себя регистрировать. Продолжение следует... ...в какой-то другой платежной системе и попросить, попросить и задекларировать перевод определенных дивидендов той компании, которая мне это выплачивает, именно вот на тот счет. А какую-то сумму на этот счет. То есть, понятно, да, в мире все возможно. Тем более, если мы переходим на криптовалюту, а мы, скорее всего, идем к этому, там, правда, тоже регуляции готовятся, и буквально в ближайшее время будут мировые регуляции, об этом уже говорил, по криптовалютам тоже. То есть, ничего не скрыть. Поэтому надо быть готовыми ко всему. Но возможности, дорогие друзья, есть. Тут есть вопросы. Вы посмотрите, сколько акций у Apple в общем, и посмотрите, сколько стоит одна акция всего. А у нас не 400 миллионов, а 400 миллиардов. Вот и можно для себя понять, что дивиденды будут очень маленькими. Что такое... Ну, дорогие друзья, ведь вы же не со всех 400... Неправильно, Сергей, вы рассуждаете. Значит, я начну с того, что... Ну, ладно. Значит, смотрите, у нас 400 миллиардов, но вы, по всей вероятности, не участвовали в вебинарах. Поясню вам, что за нашими дивидендами, или основой и базой выплаты и расчета нам дивидендов является привилегированные акции Global Transport Investment. А их всего, про всего 130, 132 или 133 миллиарда. Понятно, да? То есть 33,33 процента. И это значит, что дивиденды платятся каким образом на привилегированные акции? Все, что Global Transport Investment получит, допустим, это 100 миллиардов или 100 миллионов прибыли за год, 20 процентов уйдет нам на дивиденды, а со всем остальным потом будут уже разбираться, что с этим делать. Понятно. То есть это достаточно, ну, как бы гарантированные дивиденды. Я уже раз объяснил вам, что такое маленькие дивиденды. Все зависит от того, сколько у вас акций. Поэтому старайтесь, работайте, у вас есть еще перспектива. Так, если я не являюсь резидентом северного капитала, но у меня там есть счет в банке, я могу уйти от... Ну, если хотите, конечно, можете. Конечно, можете. Абсолютно. Ничего тут страшного нет, если вы хотите. Но, как я вам уже свою позицию изложил, какие-то дивиденды надо платить и будете спать спокойнее. Еще раз повторяю вопрос, поскольку сказанное меня озадачило, почему же вход в корневую компанию никогда не закроется. Правильно ли я понимаю, что после закрытия входа в корневую, плюс оказаться несколько адресов, будет выход на мировую биржу? Конечно, он может быть даже раньше этого. И не обязательно должен быть закрыт в корневую компанию. Выйти на международную биржу можно и раньше, Светлана. Почему это вас озадачило? Ничего тут не надо озадачиваться. Тут все очень просто и ничего тут страшного нету. Никогда не закроется. Это образно сказано, что никогда не закроется. Понимаете, да? В принципе, конечно, когда-то не кончится. Естественно. Так, значит, что у нас следующее, дорогие друзья? Вопросы, это хорошо. Возможно, форма инвестиций еще один. Да, конечно. Какие налоги? Владимир, так получается, так получается, реестры разные у всех фондов. А, как получается, что реестры разные у всех фондов? Было бы неплохо увидеть выписку из общего реестра или регистра, если таковой есть. Скорее всего, это имелось в виду. Значит, смотрите. Не реестры разные у всех фондов. У компаний Евразин Релс Кави Систем Холдинг и у компаний Евразин Релс Кави Систем Холдинг 2 регистры. У этих компаний есть регистры. Разница только лишь в том, что те, кто работали и работают с площадкой SWIG и являются, как они там инвестировали или инвестируют через эту платформу, у них отображается в их личном кабинете. Но у них отображается, если это выписка, подписанная и с печатью Евразин Релс Кави Систем Холдинг 2 или Евразин Релс Кави Систем Холдинг, то это значит, что туда занесены в регистр. Вы можете заказать в головной компании выписку из этого регистра и в бумажном виде, если это вас устроит. Так что, и вы получите адекватную тому, что у вас в личном кабинете, я вас уверяю. Те, кто, и я в том числе в Кэпитал, у нас это тоже. Но это отображение того, что есть опять-таки в Евразин Релс Кави Систем Холдинг и Евразин Релс Кави Систем Холдинг 2. То есть база одна, кабинеты разные. И в РСВ точно так же. База опять-таки в этих двух компаниях, кабинет просто разный. Вот и все. У меня, например, я в свое время, значит, как бы, когда начиналась вообще регистрация в реестре, попросил, чтобы мне перенесли все мои и отобразили РСВ Систем Холдинг. РСВ, открыл там кабинет, и у меня в двух кабинетах есть отображение тех залоговых акций, которые я получал. Одна сумма у меня в РСВ Систем Холдинг, и вторая, основной пакет, основной портфель у меня в Кэпитале. Вот такие вот дела с этим делом. Как было неплохо, вы видите свою выписку. Вы ее видите. Почему? Было бы неплохо. Она есть, вы ее и видите. И если вам очень сильно хочется, и вы доверяете бумажным носителям больше, заказывайте в кабинете той компании, в которой она у вас отображается, через которую вы инвестировали, являетесь инвестором. Вот. И вам приходит на почту соответствующий документ. Так, вопрос Бронина Мария. Здравствуйте. Первый вопрос. Если человек хочет передать акты по наследству, то как правильно сформулировать текст завещания? Ну, дорогие друзья, вы знаете, я не нотариус, я не знаю, где этот человек живет, как он хочет это. Это надо идти к нотариусу, с ним говорить. Но здесь есть один принцип, о котором я вас предостерегал и здесь предостерегу. Вероятно, вы этого не слышали, Мария. Значит, что в данном случае, поскольку эти акции являются внутренними документами компании Евразия НРСКВС и Евразия НРСКВС Холдинг 2, вот, то не декларируйте суммы. Суммы. Это номинальная сумма, она есть. Декларируйте количество акций, если вы хотите по наследству кому-то вот оформить или кто-то хочет это сделать. Акция номер такая, с акции номер такой-то по акции номер такой-то в компании такая-то, мне принадлежащие. Можно ли оформить завещание сейчас, не дожидаясь? Ну да, я понимаю. Еще раз говорю, нет никаких долей. Акции, они и сегодня акции, дорогие друзья. Понимаете, вот это путаница в русском языке, которая идет с того, что по-английски share есть и доля, share есть и акция. По-русски для нас нету другого слова. Ну, понимаете, вот, ну нету. И для нас это не доля. Доля это процент в русском языке. А для нас это акция, она есть и акция. Точно так же, как у нас в Эстонии. У нас тоже нет перевода другого. Если ты акционер, то ты акционер. Доли ты владеешь в паевом товариществе. Там у тебя пай в виде доли. То есть 10%, 5%, 1%, 90%, неважно сколько. Там у тебя нет других бумаг. А когда ты в акционерном обществе являешься акционером, то у тебя только акции. И неважно там, не надо, это путаницу с долями ввели с тем, чтобы как бы не били за это, что мы торгуем, не торгуем акциями. Мы не торгуем акции. Акции являются у нас залоговыми документами. Поэтому не надо этого бояться. И у нас акции, дорогие друзья, я еще раз повторяю, по наследству. Можно ли оформить завещание, не дожидаясь, когда... Конечно, вы можете идти к нотариусу. Я вам говорю, что если вы пойдете доли оформлять, вам нечего оформлять там, нет у вас доли. Потому что не закрытый, скажем, процесс. А акции у вас есть. Номер такой-то акции, по номеру такой-то. И вы можете очень четко попросить нотариуса. Прошу оформить. Я, Иван Иванович Иванов, как бы наследую, принадлежащие мне по закону, значит, акции такой-то компании. Номер такой-то, по номеру такой-то. Я ее оцениваю в 10 долларов в час или в 100 долларов. Понимаете, да? Чтобы не платить небольшие пошлины государственные и нотариальную пошлину. То есть сумму не надо декларировать большую. Но думайте о том, что человеку когда-то надо будет их получить. И очень важно здесь иметь в виду то, что когда человек, которому вы наследовали, пойдет получать, чтобы у него были бы деньги, это наследство еще получить. Потому что государство скажет, о, слушайте, это же ведь уже на бирже. Ой, так ну, смотрите, сколько у вас там? А, это у вас биржевые акции. О, у вас, смотрите, у вас тут уже миллион. А, с миллиона вы знаете, сколько надо там платить? Там 2%, там 5%, в зависимости от того, в каком государстве вы живете. Там уже надо будет серьезные налоги платить, понимаете? Поэтому сегодня об этом тоже надо думать, дорогие друзья. Чтобы у тех, кому вы наследство даете, были бы и денежки потом наследство получить. Оформлять можно. Налог при продаже акций будет браться с прибыли, превышая стоимость номинала. Да, абсолютно правильно, Евгений. То есть 1 доллар, абсолютно правильно. Все, что будет до доллара, то с этого налог не берется с прибыли. Правильно ли я понимаю, что дивиденды будут выплачиваться единовременно раз в год? Михаил, отвечаю. Как решит компания? Бывают у компании разные варианты. У нас пока, значит, по законодательству, насколько я разобрался, официально четко об этом не сказано. Но у нашей компании по, значит, законодательству вычитать можно, что это один раз в год по решению, значит, после аудита компании по решению общего собрания один раз в год. Но общее собрание может принять и решение, что выплачивать дивиденды, поскольку у нас другой хозяйственной деятельности нет, то у такого типа компании, как наша, которая является держателем акций, по всей вероятности, есть возможность принять решение, что выплачивать дивиденды ежеквартально. И тогда, когда закроется год, то в целом делается перерасчет по году, и если мы не дополучили, то мы еще дополучим. Но отнимать у нас уже ничего не будут, потому что практически к нам накапливается прибыль, она выплачивалась ежеквартально, и не надо сидеть целый год ждать. Вот. По каждому кварталу. Такое тоже бывает. Значит, так, добрый вечер. На последнем вебинаре Сибиряков рассказывал о внутренней бирже, которая будет уже в этом году. Есть какие предположения о стоимости акций? Очень простые, Анатолий. Сибиряков вам не говорил, какова будет стоимость акций? Обычно я вот, я вам рассказывал на каком-то из вебинаров буквально недавно, вас, видимо, не было, я там рассчитывал, какова могла бы быть стоимость акций. Да? Вот. Вот и все. И тут ничего не скажешь. Хотя номинальная стоимость акций 1 доллар. Ведь, смотрите, вот подумайте логически. Сегодня компания открывает Евразия, НРС, Холдинг 2, открывает сегодня, или завтра, или через месяц завтра, открывает внутреннюю биржу. И как вы думаете, какова стоимость может быть? Она будет ниже стоимости, расчетной стоимости залоговых акций на тот момент. На тот момент будет 10 или 11, через месяц. Ну, скажем так, 10 этап будет. На 10 этапе это где-то, значит, около 700-800 долларов за 100 тысяч акций. Где-то так. То есть, рассчитывайте, смотрите, заходите в документы, смотрите, какова на этапе дисконты, какие там предлагаются по бизнес-плану. Я это показывал, мне сейчас просто, я не хочу вас в заблуждение заводить. В какой-то момент я снова вернусь тогда к этому вопросу, дорогие друзья. Сибиряков, Сибиряков, так, рассказывал. Но по факту акций же нету, как это не доля? Как по факту, Сергей? Что у вас написано в сертификате? Посмотрите. Как это не доля? Ну, если вам легче понимать, что это доля, ну сидите с долями. Бога ради. Уважаемый Сергей. По факту, в условиях уставных документах наши доли, акции обозначены как share. Ну, обозначены share, да, это акции. Они не доли, это по-английски акции в акционерном обществе, в нашем понимании. После выхода на так-так-так-так-так, уехала. После выхода на биржу они будут так-так-так называться тоже по нашим акциям. Не поиск вы по-нашему, а по-английски нет, не сток. Сток это не акции, дорогие друзья. Сток это рынок. Поэтому, что уставные документы обозначены, то компании перераспределяют. Нет, что-то вы, Ирина, запутались. Какое у вас образование? У меня три образования, какое из них вас меня интересует? Государство и так хапает со всего, что можно... Ну да, подробный ответ. Так, Ирина, это в нашей... Нет, никакого понятия, как же Шерен, но... Давайте не будем здесь дискуссию разводить. По-моему, мы с вами об этом уже говорили. Какая разница, понимаете? Я вам говорю то, что есть в Европе. А как вы там... Это дело... От этого суть-то не меняется. Что я смотрю на акцию, называю ее долей. Но не доля это, понимаете? Скажем так, в нашем советском, постсоветском пространстве мы в Эстонии первыми начали заниматься акционированием. Еще в 1988 году. И мы тогда разобрали, что такое акции. Поэтому будьте уверены, что... Я тут вам лапшу на уши не вешаю, дорогие друзья. Мои партнеры приобретали сначала в головной компании акции. Потом в СВИК. Не приобретали, а инвестировали. Потом в Капитал. В СВИК мы приобретали... Ну, правильно. Вы не приобретали, вам давали акцию в подарок. Дали они переводились в головную компанию. Все пакеты после оплаты. Значит ли это, что налог будет одинаковый для акций в головную? Абсолютно. Какой налог? Не знаю, что такие же они в кабинетах фондов числятся. Акция не есть, дорогой. Кто там у нас? Самара. Светлана, да? Дали они переводились. Неважно, куда что. Ничего не переводилось. Они как и были. Вам просто в СВИК показывали, что вы начинаете учиться. А вам в подарок за это, как бы, оформлялись вознаграждения за обучение. Неважно. Если только вы все эти обучения прошли, и подарки вам оформлены, и вы занесены в реестр, как я уже говорил, то вы акционер. Акционер на общество соответствующего. Или Евразин Релск Авиа Систем Холдинг 2. Значит, и все. Никакой головной компании. Есть компании две, где они в регистрах находятся. Вот и все. Они все одинаковые, неважно. Я об этом уже говорил. Значит, пока не закроют вход, никакие дивиденды не могут получиться карусель. Почему? Нет, если будут деньги на выплату дивидендов, неважно. Закрыт вход, это не критерий, Георгий. Это не критерий. Не давал я этого ничего, Геннадий. Может быть, я там где-то и говорил, да. Андреас, да, что дать. Время... Конечно, налог на дивиденды. Налог на дивиденды где какой? Налог на дивиденды у нас в Эстонии 20%. В Латвии он лучше. Почему человек боится налогов? Правильно, не надо бояться налогов, дорогие друзья. Так, идем дальше, дорогие друзья. И дальше у нас, что, завершение. Мы сейчас скоро уже подходим, и мы так сегодня заговорились с вами, что, что к самому интересному еще и не подошли. Проекты Skyway и наше поведение в социальной среде. Этика бизнеса. Я хочу вас, дорогие друзья, предупредить, что, значит, вы уж меня извините, но я называю вещи так, как они есть. Скорее всего, я могу предположить, что среди нас, среди нас, кто мы являемся акционерами вот этих компаний, я уже устал их повторять, вот, есть разные люди. Есть люди, как говорят в Одессе, которые, значит, сегодня купили и хотят завтра продать, ну, назовем их торгашами. Вы уж меня простите, у кого такая мысль. Ну, я говорю честно. Есть люди, которые видят здесь свой бизнес и стабильно к этому делу, основательно подходят, строят свою стратегию инвестирования и работают над этим. Вот. Но есть люди, которые мечутся и не знают. Вот вроде бы здесь, то есть, знаете, как вот и здесь хочется бурячки посадить, и там хочется бурячки посадить, и вроде семян не хватает. То есть, люди начинают заниматься разными бизнесами, причем, причем, значит, они не совсем правильно относятся, то есть, вводят людей в заблуждение. Поэтому наше поведение в социальной среде – это этика бизнеса. Теперь, если вы занимаетесь бизнесом, я призываю вас очень четко разобраться и не метаться между проектами. Вы поверьте мне, мой жизненный опыт показывает, сосредоточьтесь на одном проекте. Если вы выбрали Скайвей, это Скайвей. Не мечитесь по другим проектам, как лоточники, значит, и то, вот здесь вроде криптовалюта. О, сейчас на рынке пошла криптовалюта. Как правило, 99% таких людей являются источником прибыли всех, значит, мировых, скажем так, проектов. Причем они бывают разные проекты, понимаете, да? И никогда толково ничего не получается. Когда мечется по проектам, выберите один, два. Я понимаю, что хочется держать в разных корзинах. Держите. Но, как бы, корзины-то разные, но основной бизнес где-то выберите где. Я думаю так, что вы не сильно ошибетесь от этих бизнеса. Бизнеса будет Скайвей. Поэтому сегодня появилось и появляется постоянно в нашем чате целевых проектов. Появляется, что вот там пытаются люди какую-то информацию там, начиная там от каких-то БАДов и заканчивая какими-то, бог знает еще какими проектами, до изыскания золота и бог знает еще чего. Дорогие друзья, я призываю вас, разберитесь в пользу, если это польза Скайвей и, пожалуйста, развивайте свой бизнес. Это, если это бизнес. Если вы мечетесь, ну, как говорится, руку не подставить, я вам свое мнение высказал. И поэтому в ближайшее время, в ближайшее время, я так думаю, мы сегодня дискутировали на эту тему среди, значит, головной компанией и капитал, значит, правления капитал, обмениваясь мнениями, это не завершилось. Мы все еще впереди, вплоть до того, что, значит, как и в других мировых компаниях, что если ты начинаешь структуру путать, людей сбивать с толку, то твой бизнес будет закрыт. В компании, в которой ты топчешь, скажем так, и, пардон за выражение, начинаешь потихонечку подгаживать, крысятичить. Как мне сегодня прекрасно сказали, я говорю, о, какое хорошее слово, крысятичить. Вот, поэтому это этика бизнеса и выйдет, по всей вероятности, разработаем вместе с вами перечень пунктов этики, кодекса этики бизнеса Скайвей. Этот проект не разовый, он не заканчивается только корневыми акциями корневой компании, а он многоплановый, и об этом мы уже говорили, поэтому здесь нужно очень трепетно относиться ко всему этому бизнесу. Адресные проекты, сфера бизнеса или вид волонтерской деятельности. Вот это одна из первого пункта А. Вы понимаете, если это сфера бизнеса, то здесь надо заниматься основательно, поднимать свою компетенцию, и не мне вас этому обучать, хотя к этому мы тоже время от времени приходим, я время от времени говорю вам об этом. Или вид волонтерской деятельности. То есть, если волонтерская деятельность, да, Бога ради, вы можете и здесь быть волонтером, и там волонтером, это ваш выбор. Я вам передаю информацию. Среда жизнедеятельности Скайвей, иммунная система человека и его бизнеса. Ведь понимаете, то, что вы участвуете сегодня в вебинаре, были в Экотехнопарке, и все это, это является среда жизнедеятельности Скайвей. Мы это называем домом Скайвей, и это иммунная система человека и его бизнеса. Как только вы начинаете в этих рамках строить свой бизнес, то отсюда начинается и ваша устойчивость. То есть, иммунная система, это система устойчивости человека в окружающем его мире. А что нам сегодня еще нужно, когда мир качается, мир шатается? Поэтому сделайте, дорогие друзья, свои выборы, пожалуйста. И я хотел дальше с вами поговорить на тему дом Скайвей, дальше к планетарному дому Спейсвей, на базе Скайвея, дома Скайвей. Но уже у нас время иссякает, я сегодня не буду говорить, я просто вас немножко заинтересовал. Абсолютно согласен с вами по поводу приверженности к одному правительству. Правильно, Татьяна, спасибо вам за обратную связь. Абсолютно правильно. У людей есть выбор, понимаете, у людей есть выбор. Никого, никто насильно не тянет в рай. Поэтому каждый делает свой выбор сам. Но мы высказываем свое мнение, дорогие друзья. Вот. Я прошел сотни проектов, Александр, Приднестровье. Ничего хорошего это не... Вот, вот, спасибо за поддержку. Вы мне дали сейчас как раз про К-99, понимаете, многие. Но главное, что вы сделали выбор или делаете сейчас. Вот. Ольга Ульяновская. Недавно вышел новый закон о хранении обработки персональных данных. Касается ли он сайтов компании, в частности, на лендингах, партнерских страницах, должны ли появляться соответствующие подписи под кнопками и формами регистрации? Вы знаете, Ольга, не могу вам сказать, я сразу не врубаюсь в этот... Не знаю этого закона о хранении и обработке персональных данных. Знаю только, что персональные данные защищены. Когда мы куда-то что-то подписываемся, вы посмотрите внимательно договора, которые у вас есть. Они закрытые уже стали. Раньше они были выставлены, сейчас они все закрыты. Договора с Кавей Кэпитал. Вот. И это тоже элемент закрытости. Во-вторых, компания, я вас уверяю, площадки, программисты с Кавей Кэпитал делают немаленькую работу и львиная доля. Ну, не львиная, но, скажем так, очень большая доля их деятельности. Квраз состоит в том, чтобы обеспечивать постоянную текущую защиту персональных данных и всего того, чем мы с вами занимаемся. Это необходимая деятельность. Она проверяется. Так, значит, смотрите. И вот теперь... Так, проскочил я тут с вами. Быстро сейчас. Последнее. На закуску, дорогие друзья. Смотрите. Глобальные предпосылки того, что мы в правильном направлении с вами двигаемся. Это еще раз вам укол в иммунную систему, для иммунной укрепления иммунной системы на, как бы, на закуску сегодня, на пассажок. Правда, Сибирьков рассказывает историю, когда на пассажок можно, значит, там сколько? Больше 20 тостов. Ну, это один из них. Значит, смотрите. Это принудительные, глобальные предпосылки изменений к 2025 году. Вода, почва, воздух, климат, транспорт. Смотрите. Вода – это здоровье, жизнедеятельность, это природа. Природа и жизнедеятельность, здоровье сейчас в очень нестабильном состоянии во всем мире. Мы видим, что с погодой творится. Причины могут быть разные, но это факт. Воды не хватает сегодня, не допивают, чистую воду уже не пьют почти половина человечества. Почти половина человечества. Вода – это очень важно. Почва – это еда и природа. Почва, на которой мы живем – это планета Земля. То есть, это все те факторы, которые являются глобальными и ключевыми. Воздух, здоровье и природа – это наш транспорт. Смотрите, он на каждый из этих факторов работает. Климат, среда и природа. То есть, смотрите, что творится сейчас с климатом. Где-то что-то горит, где-то что-то заливает. У нас, например, здесь осень. Я сегодня утром вышел пройтись свои 5-6 километров утренних. Ну, я как осень вышел, понимаете, полвосьмого утра. Абсолютно осень, только желтых листьев еще нету, не дай бог. То есть, у нас фактически лета как такового не было. Я уже в прошлый раз шутил на эту тему. Вот. И транспорт. Время – ресурсы природы. Время становится все больше и больше главным ресурсом. И смотрите, я неоднократно повторял и еще раз напомню сегодня под завязку или под закрытие нашего вебинара. Поймите правильно, дорогие друзья, что каждый из нас получает ежедневно от высших сил, назовите это как угодно, от Господа, неважно, 24 часа на электронную карточку нашего распоряжения времени, 24 часа в нашей Солнечной системе, на планете Земля, для того, чтобы каждый день мы здесь все с вами равны. А тратим мы время по разным причинам, в пробках, в дебатах, в перебранке, бог знает еще где, очень много. Это ресурс, время. Все остальные ресурсы, мы разбазариваем ресурсы Земли, мы загаживаем природу. Поэтому это глобальные предпосылки. То есть поколение сначала, это 25 лет, от 2000 до 2025 года. Дальше будет предпоследнее или, скажем так, да, предпоследнее поколение. То есть мы сейчас готовимся для того, чтобы в предстоящие годы нормально развивалась матушка Земля, природа на нашей земле. Буковки западают. Так, так, так. И это, с этого мы начнем в следующий раз, или на этом остановимся и посмотрим дальше, дорогие друзья. Так, есть еще вопросы. Недавно вышли, так, 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 в Украине тоже есть закон. Так, все, ничего нету. Значит, смотрите, я тогда, с вашего позволения, сегодня закрываю нашу встречу. Я благодарю вас за участие, за конструктив, который вы сегодня внесли в этот вебинар.